Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я расскажу о проблемах, связанных с играми в одноклассниках. Существует две проблемы, с которыми сталкивается, наверное, каждый пользователь одноклассников. Это когда тормозят игры или игры совсем не запускаются. При зависании страниц можно воспользоваться диспетчером задач Windows нажать Ctrl и Alt и Delete. Но помимо зависания страниц могут наблюдаться проблемы с работой самим сайтом или с играми. Существует шесть причин, по которым игры в одноклассниках тормозят или не запускаются совсем. Первая причина – это браузер. Наиболее неудачным браузером для посещения социальных страниц является Opera. Она часто зависает, хоть и работает довольно-таки быстро. Необходимо постоянное обновление, при установке которых у вас появится куча различных баров, что приведет к торможению и переустановлению. Нужно установить второй дополнительный браузер для посещения социальных страниц, например, Google Chrome, Яндекс.Браузер или Firefox. Как очистить браузер от баров я покажу на примере Google Chrome. Заходим в браузер. В правом верхнем углу нажимаем на значок «Три полоски», выбираем дополнительные инструменты, затем выбираем расширение. Удаляем все ненужные нам элементы, затем закрываем браузер. Вторая причина возникает также в браузере. Нужно обратить внимание на две основные проблемы. Это переполнение кэш-памяти и куки-файлов. Для устранения этой проблемы нужно зайти в браузер. В правом верхнем углу нажимаем на значок «Три полоски». Выбираем дополнительные инструменты и удаление данных о просмотренных страницах. Ставим везде галочки и нажимаем «Очистить историю». После этого закрываем браузер. Третья причина – это вирусы. Наиболее вероятно, что от вирусов пострадал файл, который называется «Хост». Этот файл содержит список переадресаций вашего компьютера. И для устранения этой проблемы нужно зайти в компьютер, затем на диск «С» выбрать папку «Windows». Затем найти папку «System32». Так, «Drives». Так. И выбрать файл «Хост». Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Свойства». Убираем галочку возле «Только чтения» и нажимаем «Ок». Затем открываем файл «Хост» с помощью блокнота. Так, «Ок». Если мы видим строку без специального спецсимвола, то есть без решетки, ее необходимо проверить на вредоносной с помощью поиска в Гугле. Если строка окажется вредоносной, необходимо ее удалить, после чего файл «Сохранить» и «Закрыть». Затем мы обратно нажимаем на файл «Хост» с правой клавишей мыши, выбираем «Свойства». Ставим галочку возле «Только чтения» и нажимаем «Ок». Все эти шаги доступны, если у вас есть права администратора. Четвертая причина – это час пик. Эта причина не зависит ни от вас, ни от вашего компьютера. Час пик – это время, когда большое количество пользователей пытаются одновременно зайти на сайт или запустить игру. Выйти с этого положения можно только подождав, пока это время пройдет. Пятая причина – это флешплеер. Обычно, когда проблема флешплеера, на экране пишется, что необходимо обновить флешплеер до последней версии. Решение этой проблемы – это периодически обновлять флешплеер. Шестая причина – это слабое интернет-соединение. Для того, чтобы проверить, какое интернет-соединение у вас, необходимо нажать «Windows R», затем ввести «CMD» и нажать «Ок». Так, здесь мы проверим. Вводим «Pink», «Pink», «Одноклассники», «Точка.ru». Нажимаем «Enter». Если скорость соединения с большим отрывом, значит скорость нестабильна. Если цифры большие, например, от 60, значит интернет-соединение медленное. У меня минимальные 25, максимальные 26, средние 25. Это достаточное качество интернет-соединения для посещения социальных страниц. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.